Добрый день, дорогие любители растений! В последнее время все больше популярности у нас пользуются садики пряных трав. Действительно, заманчиво на небольшой площади вырастет лекарственные растения, приправы и ароматный чай. При этом всю эту полезность можно интегрировать как в клубу, так и в декоративный огород. Селекционеры и садовые центры также не отстают от моды и предлагают нам травки буквально на любой вкус. Ну и цвет, конечно же. Я вот на этой небольшой грядке пряности собрала уже 5 сортов мят и останавливаться пока не собираюсь. Но сегодня я хочу немного поговорить о заготовке пряных и лекарственных растений. Ведь жалко, если такая красота и польза просто уйдет под снег. Итак, что и когда собирать и как это все сохранить? Для каждого растения имеются свои сроки, когда оно содержит максимальное количество биологически активных веществ. И для начала надо определиться, что мы будем собирать. Ведь использовать мы можем не только цветы и листья, но и почки, кору, корневища, плоды и семена. Цветковые растения максимальное количество биологически активных веществ содержат, конечно, в период цветения. Поэтому собирают их в основном с июля по август. Лучше всего утром, в сухую погоду и после высыхания росы. При этом высушиванию крупных цветов, так же как и корней, надо уделить особое внимание, чтобы они не загнили во время хранения. Люблю собирать лепестки роз. Из них получаются ароматные саше и розовая вода. И здесь есть несколько важных правил. Во-первых, собираем лепестки только во время первого цветения, пока кусты еще не обработаны никакими препаратами. Во-вторых, не ждем, пока цветок завянет или осыпется, тем более попадет под дождь. Нам же нужно поймать аромат розу, а не прелого силоса. С этой же целью собираем лепестки уже после высыхания росы. Лепестки должны хорошо отделяться, но не отваливаться. Важно, не используйте для чая и ванн лепестки с покупных роз. Они годятся только для декоративных целей, ведь фунгицидов и формальдегидов там больше, чем витаминов. Перейдем к листьям. Это самые собираемые и используемые части растений. Для этого и созданы наши грядочки пряностей, чтобы в любой момент оторвать несколько свежих листочков и... но хочется же получать вкус и пользу круглый год. Максимум активных веществ листья содержат мая-июня до цветения. Так что заготавливать мяту, мелису, манжетку лучше до момента распускания первых бутонов. Но есть здесь небольшие исключения. Например, ароматные листья черной смородины распускаются уже после цветов. Собирать их лучше в августе. А листья вечно зеленых растений, например, брусники и бадана, весной, сразу после схода снега. Все листья также собираем в сухую погоду, после высыхания росы. Если же вам нужны растения особой силы, не забудьте про Ивана Купала. В ночь с 6 на 7 июля травы обладают особой целебной и магической силой. А заодно можно и цветущий папоротник поискать. Но перед тем, как принять магическое зелье, советую проконсультироваться с врачом. Кто на тебя? Корневище. Не моя, конечно, тема, ведь чтобы его добыть, растения придется выкопить. Как правило, аналог уничтожить. Это же не наш метод. Это гуманизм. А большинству растений, которым не посчастливилось хранить все самое ценное под землей, валерьяны, девисил, женьшень, радиола розовая, находятся у нас в красной книге и сбору не подлежат. Но, к счастью, есть одуванчик, который очень полезен для пищеварения и содержит полифенолы, которые являются антиоксидантами. Он никогда не попадет в красную книгу и все мы с весны до осени заготавливаем его в компостных кучах. Так что корневище заготовим на его примере. Лучше всего это делать поздней осенью или ранней весной, до появления первых листьев, а по поверьям еще и в дождь. Ископаемые тщательно моют и, в отличие от цветов и листьев, их сушить, желательно в специальной сушилке. Так же, как и плоды, которые мы собираем круглое лето. По мере созревания. Они должны быть спелые, но не мягкие и, конечно же, не червивые. А вот переспевшие ягоды и фрукты лучше использовать сразу, например, для масок. Если, конечно, не собираетесь оценить их слабительный эффект. Почки. Возьмем березовые, так как именно их чаще применяют для иммунитета и очищения организма. Заготавливают ранней весной, в марте-апреле, после начала сбора сока, но до того, как они начнут распускаться. Чешуйки должны плотно прилегать друг к другу. Можно срезать их ножницами, но лучше, по народным поверьям, отрывать, чтобы целебная сила и энергия дерева полностью сохранилась и перешла к человеку. Но там еще надо почек взять не больше, чем можете использовать за один год и попросить прощения у березы. Сушить все травы нужно в теплом, сухом и проветриваемом помещении, где температура не превышает 35 градусов Цельсия. Для этого отлично подойдет сокрытая веранда или чердак, главное, не на открытом солнце, так как оно разрушает хлорофит. Желательно укрыть легкой светлой тканью. Приятнее заваривать чай, зная, что на наши травки не приземлялись лавретные насекомые. Мыть растения перед сушкой не рекомендуется, от этого теряются эфирные масла, ну и сохнуть будет дольше. А сохнут травки обычно до двух недель. Тарапышки советуют сушить в духовке при температуре не более 30 градусов, что вероятно и логично, если нет подходящего места для сушки. Хранить все эти дары природы нужно в сухом и темном месте. Подходящая тара – это холщовые мешочки, бумажные пакеты, стекло и керамика. Если объем большой, можно перекладывать бумажными салфетками, что точно не подходит для хранения – это целлофановые пакеты. Трава хранится 1-2 года не более, а вот кора и корни – до 5 лет. Старайтесь заготавливать столько сырья, сколько сможете использовать. Напоследок еще несколько важных моментов. Если вы выращиваете травы на своем садовом участке, не перекармливайте их. Растения, выращенные на бедной почве, содержат больше эфирных масел. А если собираете дикие травы, выбирайте экологически чистые места, подальше от дорог и промышленных предприятий. И собирайте лишь те травы, в которых вы уверены. Если вы часто и долгое время завариваете одну и ту же траву, лучше сначала проконсультироваться с врачом. Ведь любое лекарство имеет свои противопоказания. Поэтому, как бы ни помогал морозник от паралича и эпилепсии, для наших почек – это яд. Поэтому я его использую только для эстетического наслаждения. И в целом, лучше всегда руководствоваться здравым смыслом. Ведь нет лекарства от всех болезней. Так же, как ни одна ароматная чашка горячего чая не нанесла существенного вреда здоровью. Ну а теперь самое время поставить лайк этому видео, если оно было для вас полезно. Ну или дизлайк, если все это мракобесие. Рассказать в комментариях про свой садик пряных трав. О том, хотели бы вы узнать поподробнее, как их выращивать и применять на практике. И топ-5 моих любимых пряных растений. То есть, вторую часть этого видео. А на сегодня это все. Желаю, чтобы ваши сады приносили урожай, пользу и здоровье. До новых встреч. Пока.